Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги Иисуса Сына Сирахова для библейского портала экзегет. Я читаю синодальный перевод. Четвертая, она просто продолжает. Третью, практические правила. Сын мой, не отказывая в пропитании нищему и не утомляя ожидания мочей нуждающихся, не опечаль души алчущей, не огорчая человека в его скудости, не смущая сердце уже огорченного и не откладывая помогать нуждающемуся, не отказывая угнетенному, умоляющему о помощи, не отвращая лица твоего от нищего, не отвращая чьи от просящего и не давая человеку поводу проклинать себя, ибо когда он в горести души твоей будет проклинать себя, сотворивший его услышит моление его. Зачем так длинно? Мысль простая. Если можешь помочь человеку в беде, помоги. Все, точка. Наверное, эта мысль как-то очень тяжело доходит до некоторых людей. Вот поэтому приходится ее многократно повторять и еще даже усиливать. Когда он будет проклинать себя, вообще какой он имеет право проклинать нищий, которому я не дал милости, не захотел, дал, не захотел, не дал. Но может и проклясть, если будет в таком настроении, да, то есть и это будет поводом для Бога услышать его проклятие. Несправедливо? Да вот, пожалуй, что на свой лад справедливо. И милосердие, по крайней мере, вот для этого человека, оно становится абсолютной заповедью. Напомню, что сначала идет речь о вере в Бога, потом о почитании родителей. Но и тут он переходит к практическим вещам в предыдущей главе о том, что нужно быть смиренным, а не гордым, и нужно творить милосердие. Вот прям следующим пунктом, да. Вот среди самых первых заповедей. Как интересно. В собрании старайся быть приятным, и предвыщем наклоняй твою голову. Да, но сначала нищему дай, да, что интересно. Преклоняй ухо твое к нищему, отвечай ему ласковой скротостью. Опять про нищих, да, то есть про начальников-то все понятно, но про нищих гораздо больше. Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. И опять. Сиротом будь как отец и матери их вместо мужа, и будешь как сын вышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. Вот среди всего этого люди чаще всего исполняют только одно повеление. Предвысшим наклоняй твою голову. Обратим внимание, сколько про высшего и сколько про низших. От кого больше зависит твоя судьба перед Богом? С точки зрения автора этой книги, от нищих, которых ты либо как-то вот пригрел, либо нет. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Да, у нас же вся книга про премудрость, и нигде не дано ее определение, а везде описание того, чем она хороша и что, собственно, с ней происходит. Любящие ее любят жизнь, ищущие ее с раннего утра исполнятся радости. Обладающие ее наследуют славой, и куда бы ни пошел, Господь благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Господь. Ну а где она, как она, что она? А вот про нищих. Да? То есть нигде нет какого-то абстрактного списка. Премудрость — это то-то-то-то-то. Но много действий, которые человек может совершить для того, чтобы эту премудрость приобрести. Помогайте обездоленным. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Как хорошо сказано, жить надежно. Не богато, не успешно, недолго, а надежно. То есть с ощущением твердости под ногами. Кто верится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, будет мучить его своим водительством. Зачем же мне такая премудрость? Да коли не верится в душе его и не искусит его своими уставами, но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. То есть премудрость — это не, знаете, такая реклама, к чего-нибудь купите наш пылесос или там что-нибудь, и вы будете счастливы всю оставшуюся жизнь. Нет. Проблема. Проблема, испытания, и человеку предстоит пройти через что-то. То есть премудрость — это не пряник сахарный, это не палочка-выручалочка, это великая ценность, которую нужно еще суметь принять, а принимая, что я прежде всего в этих испытаниях. Наблюдая время и храни себя от зла, и не постыдишься за душу свою. Есть стыд, ведущий ко греху, есть стыд славы и благодать. Вот как интересно. Стыд — это всего лишь чувство. А вот как человек себя проявляет? Когда он стыдится, чувствует себя как-то неуверенно, в чем и к чему это его приводит. А вот можно это в обе стороны привести. Не будь лицеприятен против души твоей, не стыдись-ка вреду твоему. То есть вот как раз про такой стыдный стыд, когда человек боится что-то хорошее сделать. Не удерживай слово, когда оно может помочь, ибо в слове познается мудрость и в речи языка знания. Не противоречь истине и стыдейству его невежеству. Вот смотрите, помогая нищим, но и слово может помочь, не только протянутая рука с монетой, например. Не стыдись исповедовать грехи твоей, не удерживай течение реки. Какая связь? Не стыдись исповедовать грехи твоей, я понимаю, это тот самый ложный стыд, который ведет к погибели. А зачем удерживать течение реки? Вообще-то иногда нужно, плотины люди строят, и в древности строили. Но один человек не может изменить течение реки, и, возможно, становиться на пути вот этого желания исповедовать свои грехи, это то же самое, что перекрывать своим телом реку. Это просто не получится, тебя просто унесет. Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. Зачем же на него не смотреть? А не завидуй, не думай, а вот я тоже так хочу. Подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя. Может быть, ты и проиграешь, но Бог победит, и ты окажешься на его стороне. Не будь скорой языком твоим, и ленив, и не ради в делах твоих. Лучше наоборот. Делай побыстрее, а вот говори неохотно. Не будь как лев в доме твоем, подозрительным домочадцам твоим. О да, домашнее насилие – вечная тема. Да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатую при отдании. То есть вот так себе, а вот так другим. Да, вот наоборот, наоборот надо. Какие вот конкретные образы лев в своем дому, рука, которая протянута, когда загребать, и сжата, когда отдавать. Дальше будут еще хорошие такие советы из практической жизни в пятой главе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова